Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Правое поле» совместно с проектом национального телевидения и прокуратуры Чувашской республики и я, ведущий Альберт Петров. Сегодня мы обсуждаем тему, связанную с соблюдением прав граждан при выселении из занимаемых жилых помещений. Вопросы о выселении всегда являются наиболее болезненными, так как несут в себе серьезные последствия. Порой, лишившись единственного жилья и крыши над головой, человек оказывается в достаточно сложной здесь жизненной ситуации. Всегда ли выселение производится на законных основаниях? Какова роль прокуратуры в обеспечении законности принимаемых решений о выселении? По каким основаниям выселяют граждан наиболее часто в нашей республике? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить на наши передачи. Сегодня у нас в студии старший прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Чувашской республики Ирина Георгиевна Иванова. Здравствуйте, Ирина Георгиевна. Здравствуйте. Ирина Георгиевна, мы рассматриваем довольно-таки сегодня серьезную тему, болезненную, я бы сказал, тему. Это тема, связанную с выселением граждан и занимаемых в жилком помещении. Скажите, пожалуйста, как происходит вообще эта процедура и при чем здесь прокуратура? Следует отметить, что выселение граждан возможно только по решению суда. Это единственный орган, который правомочен принимать соответствующие решения. Поскольку действительно, как вы правильно отметили, выселение – это достаточно болезненная процедура и сложный вопрос, то действующим гражданско-процессуальным законодательством предусмотрено обязательное участие прокурора при рассмотрении судом дел такой категории. Прежде всего, это обусловлено необходимостью дать оценку основанию выселения, законности этого основания. Соответственно, прокурор дает заключение о том, имеются ли основания для выселения. И если прокурор не согласен с решением суда, какое бы оно ни было, он наделен правом его обжаловать. По каким основаниям наиболее часто выселяют в нашей республике? Ну, к сожалению, следует отметить, что нередкие случаи выселения граждан новыми собственниками, которые приобрели жилое помещение на торгах. И торги эти были организованы в связи с тем, что гражданин не смог оплатить ипотечный кредит. Соответственно, в связи с возникшим долгом, то есть долгом, образовавшейся кредитной задолженностью перед банком, данная квартира была выставлена на торге. То есть такие основания для выселения есть. Ну, также нередки случаи, когда собственники жилых помещений выселяют бывших членов семьи собственника из занимаемых жилых помещений. Ну, это связано с расторжением брака, например, или член семьи уже выбыл на другое постоянное место жительства и фактически утратил право пользования. Но такое возможно и при выселении из муниципальных квартир, когда ответственная квартира-съемщик может поставить вопрос о выселении бывших членов семьи. А вот в общежитиях, которые граждане проживают, их выселяют, бывают такие случаи? Да, да, такие случаи тоже есть. Не забывайте, общежития относятся к специализированному жилищному фонду. Это время, это место временного проживания. Соответственно, граждане проживают в общежитиях не по договорам социального найма, да с бессрочным характером проживания, а именно по договорам найма, носящим определенный срок. На год может быть заключен этот договор, на пять лет может быть заключен. И, соответственно, как правило, общежития предоставляются гражданам в связи с тем, что они находятся в трудовых отношениях, например, с собственником данных общежитий, или в каких-то иных отношениях, что дает им право на занятие комнаты в общежитии. Вообще очень много граждан проживает в общежитиях. То есть, получается, человек всю жизнь посвятил себя работе, конкретной организации, вроде как проживает уже не один десяток лет, и вдруг выносится решение суда о выселении. То есть, достаточно неприятна для него новость, и он как бы рассчитывает на то, что все-таки это жилье за ним останется, когда он выходит на пенсию. Однако же совершенно другая ситуация. Да, вот такие дела, кстати, они наиболее болезненные. Но здесь можно немножечко все-таки напомнить, дать, так сказать, историческую справку. Дело в том, что и старым жилищным кодексом РСФСР, который действовал до марта 2005 года, и ныне действующим жилищным кодексом РСФ, действительно предусмотрены определенные категории граждан, которых нельзя, то есть которые не подлежат выселению из общежития или служебного жилого помещения, конечно же, без предоставления другого жилья. Это инвалиды, это лица, получившие трудовые увечья в связи с осуществлением профессиональной деятельности, это ряд категорий сотрудников правоохранительных органов, членов их семей. Но в старом жилищном кодексе РСФСР категорий таких было больше. И в частности, вот лица, проработавшие на предприятии, в учреждениях, организации свыше 10 лет, имели право проживать и дальше, в служебном жилом помещении, в том числе в общежитии, и после окончания трудовых отношений. Но вот новое законодательство, то есть новое жилищное законодательство такой категории граждан уже не содержит. Поэтому если 10-летний трудовой стаж гражданин уже приобрел до 1 марта 2005 года, то выселить его нельзя, потому что эти нормы распространяют свое действие и в настоящее время. Но вот если после 1 марта 2005 года гражданин не имел 10-летнего стажа, то он может быть выселен, даже если он проработал длительное время, уже, так сказать, в современное время, то есть при новом жилищном законодательстве. Именно, как я уже отметила, потому что новый жилищный кодекс не содержит такой категории граждан, как люготной категории. Спасибо. А мы как раз хотели показать сюжет о выселении из общежития. Женщина, являясь сотрудником одного из вузов Чувашии, получила две комнаты в общежитии. После увольнения она должна была освободить одну комнату, но не сделала этого, несмотря на решение Московского райсуда. После истечения срока добровольного выполнения постановления, пристав-исполнитель в присутствии понятых, участкового и представителя учебного заведения с помощью слесаря вскрыл дверь в комнате. Сотрудники управления судебных приставов собрали и вынесли вещи бывших жильцов. Таким образом, к концу дня комната была полностью освобождена. На двери сменен замок, о чем составлен соответствующий акт. Вывезенные вещи будут находиться на ответственном хранении в уполномоченной организации. Если в течение двух месяцев хозяйка не объявится, то ее имущество оценят и отдадут на реализацию. В 2014 году в службе судебных приставов по Чувашии всего находилось 271 исполнительное производство о выселении. Из них было окончено 194. Если говорить на сегодняшний день, то ситуация уже выглядит по-другому. Значит, за первый квартал 2015 года на исполнение находилось 114 исполнительных производств о выселении. Из них окончено 15. То есть на сегодняшний момент на исполнение осталось 64 исполнительных производства. Какие проблемы возникают в ходе выселения? Дело в том, что люди, как правило, не горят желанием покинуть помещение, которое предписано судом уже к выселению. И вот здесь, к сожалению, попадают различные категории граждан. Есть семьи, которые имеют несовершеннолетних детей. Есть люди-инвалиды. Виной, к сожалению, как правило, встает то, что у них имеется задолженность по кредиту, а квартира, как правило, заложена. То есть находится не в их собственности. Так как федеральным законом предусмотрено то, что единственное жилье у нас не подлежит к исполнению. То есть нельзя единственного жилья выселить гражданина. То, к сожалению, если имущество находится заложенное, либо оно муниципальное, либо еще какое-то ее назначение, то здесь, к сожалению, наши граждане остаются беззащитными. Потому что закон есть закон, на судебный пристав, он вынужден исполнить решение суда. Ирина Георгиевна, а можно ли вообще выселить за неуплату жилищно-коммунальных услуг? И были ли такие случаи в республике? Да. Согласно действующему жилищному законодательству, выселить за неуплату жилищно-коммунальных услуг действительно можно. Но при этом следует иметь в виду, что, во-первых, выселение такое возможно из муниципального жилищного фонда. Только из муниципального? Да, только из муниципального жилищного фонда. Для собственников существуют другие, скажем так, нормы закона и нормы права жилищного, жену, иные основания. Тем не менее, вернемся к муниципальному жилищному фонду. Действительно, если гражданин в течение шести месяцев непрерывно уклоняется от уплаты жилищно-коммунальных услуг, то, соответственно, администрация, то есть орган местного самоуправления, может поставить вопрос о его выселении. Но здесь необходимо учитывать, что для неуплаты в течение такого длительного периода времени все-таки могут быть уважительные причины. То есть бывают ситуации, когда человек заболевает, может быть, даже получает инвалидность. То есть какая-то тяжелая жизненная ситуация препятствует человеку вот эти шесть месяцев осуществлять платежи. И он, предположим, какие-то определенные суммы, тем не менее, платит. Просто накапливается соответствующая задолженность. Вот в таких ситуациях оснований для выселения нет. Потому что есть уважительная причина. Потому что человек какие-то платежи осуществляет по мере возможности. Он может выйти из этой тяжелой жизненной ситуации. Поэтому это надо учитывать. А были ли в практике случаи, когда граждане выселяли незаконно, а потом в последующем вышестоящая инстанция отменяла эти судебные решения? Ну, вы знаете, вообще был только такой единичный случай, когда действительно решение суда первой инстанции о выселении в связи с неуплатой, квартплатой коммунальных услуг было отменено. И, в принципе, я давала заключение в суде апелляционной инстанции. По такому делу я тоже пришла к выводу, что решение суда было незаконно. И как раз таки вот в продолжении, наверное, моего выступления суд не учел уважительные причины, связанные с тем, что вот как раз таки гражданин был уволен в связи с сокращением численности штата работников с предприятия. И определенное время действительно не мог осуществлять соответствующие платежи вследствие вот тяжелой жизненной ситуации. И суд апелляционной инстанции действительно также учел эти обстоятельства и посчитал, что все-таки суд первой инстанции поторопился, что необходимо было все-таки дать возможность гражданину погасить имеющийся долг, и достаточно было просто взыскать образовавшуюся задолженность. Спасибо, Ирина Георгиевна. А еще раз напоминаю, что с нами был старший прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском арбитражном процессе прокуратуры Чувашской республики Ирина Георгиевна Иванова. Как видим, не всегда единственное жилье у гражданина может быть постоянным. Нужно понимать, что есть определенные основания, когда по закону могут из него и выселить. Однако незнание этих норм порой приводит к плачевным последствиям и морали неготовности к ним. Поэтому всегда нужно стараться быть грамотным в правом отношении. Ведь лучше вовремя постелить соломинку, чтобы падать было не больно. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова